Здравствуй, мой дорогой друг! Сегодня мы с тобой сделаем полезную самоделочку, когда у нас нет под рукой оригинального инструмента. Это будет инструмент замена. Итак, нам понадобится любой аэрозольный баллончик. В данном случае у меня была пропитка для фильтров. Я его уже сбросил давление. И нам нужно вынуть донышко. То есть баллоне нам нужно именно донышко. Сделаем это аккуратно. Я хотел сначала распилить, но думаю, будет проще, наверное, просто вырезать. Итак, с трудом мы получили донышко. Слегка его померли, но сейчас я уже отрихтовал. Оно целое. Заусенцы убрали. И теперь нам нужно по центру приклеить что угодно, что можно всунуть в шуруповёрт. В данном случае я старую биту это сделаю. Мы приклеили вроде как. Теперь нам нужно это дело всё вставить в шуруповёрт. Я, конечно, не уверен, что получилось ровно. Ну да, естественно. Но попробуем хотя бы так. Я хочу просто попробовать сделать эту самоделку. Интересно, будет ли это работать. Теперь нам нужно нанести разметочку. Фиксируем руку. И включаем. Ладно, будем считать, что получилось. Снимаем. Видим шкалу. Следующее действие. Следующее действие нам нужен шарик из-под подшипника. Вытираем. Вот такой у меня шарик. И вот он, этот шарик. Следующее действие. Нам нужна пластиковая бутылка. А точнее её часть. Следующим шагом, как я сказал, нам нужна часть бутылки. Я сейчас отрежу. Попробуем с помощью фена это сделать. Но мне кажется, что из бутылки у нас ничего не получится. Можно, кстати, попробовать ещё вот так. Выпуплую часть. Ну, в целом, если не считать вот этого огреха, всё получилось. Теперь можно сильнее задуть. Знаете, что-то примерно всё-таки у меня получилось. Я взял эту выпуклую часть бутылки. И прям такой циферблат появился здесь с небольшим искажением. Ну, и вот эти непонятные херни от горловины. Но я думаю, ничего страшного. Отсюда у меня шарик не выскочит. На всякий случай, дополнительные все места, где пластик притянулся, я проклею. Оставим подсохнуть. Я взял вот такую вот 18-ю фанеру. Уже начал отрезать вот такой квадратик как раз под этот циферблат. И вспомнил, что нужно в первую очередь вырезать коронкой отверстия. Отверстия как раз по диаметру. Я специально не стал отрезать, чтобы удобнее было сейчас коронкой сверлить. Я думаю, что сейчас подручными средствами мы сделаем это отверстие и уже вернемся тогда. Потому что коронка у меня на данный диаметр погнута. Я, конечно, долго мучился с выпиливанием. Получилась вот такая вот кривая дрянь, но тем не менее. Кстати, да, я обрезал весь лишний пластик. У нас остался лишь металлический бортик. И теперь нам нужно закрепить, то есть поймать идеально ровное место. К сожалению, у меня второй компонент кончился, поэтому придется оставить на ночь. Но тем не менее, я могу уже сейчас показать, что у нас получилось. У нас получился вот такой вот примитивный уровень. К примеру, стол у меня стоит практически ровно. Вы можете заметить. Опять же, это опытный образец. Я, так сказать, не довелся с дома это все. Но тем не менее, я показал и поделился с вами идеей, что как можно выкрутиться. Понятное дело, что, блин, обычный гидрокапельный уровень стоит по 200-300 рублей. Но это вот ради интереса, как вариант. Подписывайтесь на канал. Спасибо большое. Не забудьте прокомментировать, что вы думаете об этом.